И все привет ребята, с вами Мистер Маник и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обзору киберспортивного танка Фонда, который появился уже сегодня у нас полноценно в игре. С сегодняшнего дня стартует данное интересное событие, информацию по ней вы уже могли видеть на основной странице нашей игры, либо на форуме. Сегодня пройдемся по всей этой информации, плюс я выскажу свою точку зрения по поводу этого танка Фонда, скажу сколько по моему мнению должно набраться в этом танка Фонде, ну и насколько выгодно покупать эти спецпредложения и кому что лучше приобретать. Начнем с самого простого, чему же посвящен этот танка Фонда, здесь в принципе из названия уже можно понять, киберспортивным турнирным событиям, даже я бы так сказал. Есть у нас 16 кланов, которые прошли уже в легендарную стадию, из этих 16 кланов 8 кланов пройдет в плей-офф и будут бороться за этот танка Фонда плюс денежный призовой фонд. Продолжение с краской ми команд, но так как у нас сейчас еще до сих пор 16 команд, то я так понимаю, что они просто пронармированы там команда 1, команда 2, там или танки спорт там мейджор 1, танки спорт мейджор 2 и потом, когда уже объявят все эти 8 команд, которые выйдут в плей-офф, тогда уже эти краски приобретут определенные названия команд. Да, пока вы просто покупаете краску в поддержку, можно так сказать, танка Фонда. Ну, вы можете в принципе и не покупать сейчас, вы можете купить попозже, когда уже будет известна команда, и тут уже выбор остается определенно за вами. Этот танка Фонда продлится с 4 июля, то есть с сегодняшнего дня, по целое 7 августа в 8 часов вечера. Я так понимаю, что 7 августа будет у нас гранд-финал этого замечательного супер мейджора 2022. Начнется он именно в 8 часов вечера. Как принять участие? Здесь все просто, все как всегда. Покупайте спецпакеты, спецпак за 1000 танкоинов, спецпак за 6000 танкоинов и спецпак за, если я не ошибаюсь, 20 000 танкоинов. Сейчас я быстро, даже если что, перейду сюда. Здесь более подробная информация есть. А, нет, здесь стоимость, кстати, не написана. Ну ладно, сюда мы тоже, если что, вернемся. Ну и здесь, в принципе, описание всех предметов написано, что можно получить за покупку этих спецпаков, плюс дополнительные бонусы в виде 15 уровней. Ну и здесь написано про трансляции. Ну и с сегодняшнего дня уже вот полноценно он стартовал, этот танкофонд. И есть уже 600 000 в нем, 76 победителей уже будет. Чем отличается этот танкофонд от того, который был у нас относительно недавно? Это тем, что здесь 10% фонда идет в призовой лучшим командам турнира. То есть процентное соотношение можно тоже посмотреть, сколько каждая команда получает от этого фонда в зависимости от места. Это можно посмотреть вот здесь вот. А, нет, даже не здесь. Это еще один новый сайт. А, понял. На танке спорте и узнать вот этот вот весь процентуаж. Ну а 90% будет разыграно между теми участниками, которые вот здесь вот будут. То есть количество победителей прибавляется каждые, я так понимаю, 8000. Да, здесь написано об этом. По стоимости я даже давайте сейчас зайду на свой основной аккаунт, чтобы, если что, я ничего не напутал. Но то, что первая спецуха стоит 1000, вторая 6000 это 100%. Вот сколько стоит последняя, я честно не помню. То ли 20, то ли 15. Так что давайте я лучше сейчас быстренько зайду проверю, чтобы вам ерунды не сказать. 15, да, 15. В этот раз она стоит 15, не 20. И добавляется за нее 8000 танкоинов. Соответственно. Призы. По пятнашке контов 100% будет. Слот тот же будет. По пятнадцать ультра, ну вернее 30 ультра тоже будет. Скин контейнер точно будет. Магнитная картечь будет. Это, кстати, то устройство, которого у меня нету на основном аккаунте. То есть с определенной точки зрения это даже неплохо. Гелиус, которого у меня также нету. Молот Легаси. То самый старый, я так понимаю, молот, который был одним из первых в нашей игре. И который просто вида чуть-чуть еще дополнительно изменили. Добавили вот эти вот красненькие здесь подвороты. Да, ну а так пушка в принципе выглядит как та пушка, которая была первая. Да, но я, конечно, не называл бы ее Легаси. У меня тоже были споры по этому поводу. Что типа какой Легаси, мол, он же появился не так давно. Но потом, с другой стороны, если подумать, что в принципе молото скин переизменялся там. Чуть-чуть перерабатывался. Поэтому в теории, чисто в теории, да. То есть мы можем видеть этот Легаси скин. Но тут, как говорится, уже палка в двух концах. Дальше у нас новые скины. Ой, новые резисты есть. Ой, резисты, боже, все перебрал. Новые устройства на Гром, вакуумный снаряд, Рой на пушку Скорпион и Пульсар на Теслу. Броник на 14-м и на 15-м Кризис. Что я думаю по этому поводу? В связи с тем, что этот танковод будет длиться целых месяц с копейками, да. Я думаю, что дойти до 10 миллионов точно можно. Да, то есть дойти до вот этого Легаси скина можно, да. И я, наверное, поставлю десяточку контентовую. Но чисто в теории, в связи с тем, что последняя спецуха стоит пятнашку, да. Ее смогут купить, как по мне, наверное, больше танкистов, да. Но все равно, как бы, несколько раз можно будет покупать только среднюю спецуху. Как всегда, можно один раз купить маленькую, один раз купить большую. И неограниченное количество средних спецух по 6000 танкоинов. Я делаю все равно ставку на 10, да, на 10. Но есть, есть возможность дойти и больше, да. То есть можно поднять и 11, можно поднять и 12. А можно вообще, может быть, сделать самый рекордный танкофонд, который когда-либо был в нашей игре, да. Если вдруг это будет, например, там дойдут до броненосца, до 14 миллионов, это будет вообще супер что-то безумнейшее. Но, в принципе, вот эти вот новые устройства получить, ну, наверное, было бы прикольно. Было бы прикольно. Ну, я десяточку ставлю, а там, как говорится, как будет, так будет. Дальше. Стоит ли покупать этот танкофонд? Самый главный вопрос, и вопрос, который будет появляться у меня на трансляциях 100% безумно большое количество раз, да. И что я думаю по танкофонду? Что я думаю по танкофонду? В принципе, я уже высказал, да. То есть, докуда он дойдет? Дальше скажу по спецухам. Я считаю, что одну спецуху 100%, 100% одну спецуху, а именно маленькую спецушку за 1000, у кого есть возможность, должен купить. То есть, получить контейнеры, получить ультраконтейнеры, получить скин контейнеры. Если у вас нет слота четвертого, то получить слот четвертый, получить гелиус на рикошет, получить молота с магнитной кротищей, хоть она и не нагибает, и легоси скин. Да, то есть, я ставлю десятку. Это уже супер выгодно, да. Дальше покупать дополнительные спецухи, я тут уже, как говорится, вам не советчик. Это лютейшая, лютейшая просто лотерея, рандомная. Потому что я в прошлом танкофонде испытал все на себе. Я купил 4 спецухи и выиграл 0 раз. На бездонате купил 1 раз и выиграл 1 раз. Были люди, которые купили так же самое, как я, 4 спецухи и выиграли 32 тысячи танкоинов. То есть, 4 раза по 8к. Поэтому здесь, вернее, 3 раза по 8к. Здесь, или 4, или 3. Ну, короче, не суть. Но много раз. Здесь лютейший рандом. Просто лютейший рандом. Если вам везет, вы везете, то вы можете сверху бэмсануть, зафармить. Не везет, как мне, но может не повезти. Поэтому это все на страх и риск лично ваш. Шанс есть, какой фиг его знает. Если не хотите рисковать, просто бэмсите маленькую, покупайте ее и забывайте. Просто фармите все, что есть в линейке, ну и имейте какой-то небольшой процентик на то, что вы можете еще получить 8 тысяч или 7 тысяч, наверное, 7 тысяч, да, там будет танкоинов с розыгрыша. Я считаю, что это очень и очень неплохая вещь. Поэтому в этот раз я на своих двух аккаунтах куплю по одной маленькой, по одному маленькому спецпаку. Большой спецпак, вернее небольшой, а средний, я бы тоже купил бы на своем основном аккаунте, если бы у меня были бы танкоины. Танкоинов у меня нету, поэтому я купить его, к сожалению, не могу. Поэтому два маленьких это то, что я смогу сделать. В целом, танкофонд, я думаю, что будет успешный и будет интересный, поэтому принимайте в нем участие. Как минимум, одну спецушечку, я считаю, что каждый, у кого есть танкоины, должен приобрести. Ну и удачного вам фарма, ну и, конечно же, надеюсь, что вам еще повезет с итогового розыгрыша наших танкоинов. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного танкофонда. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новый видеоролик. Ну и напишите, да, согласно с моей точки зрения. Либо если у вас есть какая-то своя определенная точка зрения, то выскажите ее в комментариях. Все комментарии стараюсь читать. Ну и также не забывайте про тег создателя контента. Это у нас уже со вчерашнего дня стартовал, ну можно сказать даже, наверное, с сегодняшнего дня стартовал новый замечательный розыгрыш по тегу создателя контента. А именно тегу создателя контента, который он может найти в настройках игры в аккаунтике TeamPay. Устанавливайте мой личный тег, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Пока у нас только старт, если будет хорошая активность, то количество танкоинов мы также увеличим. Ну и итоги по предыдущему розыгрышу есть у нас уже в Дискорде, есть уже в Телеграме, я тоже выложил. Поэтому если вдруг где-то что-то пропустили, можете тоже зайти все прочекать, все прочитать. Я уже занимаюсь, можно так сказать, итогами и скоро уже будет у нас полноценная выдача тех призов, которых вы смогли зафармить. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.